А из этих 39 тысяч заявок вы отберите 500 человек и отправьте их. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А после побед Израиля над арабами ухудшилось все отношение вокруг, даже бытовое, на уровне еврейских анекдотов. Тебя, еврея, советского еврея, жадного, труслива, теперь воспринимают как советского еврея бандита и хулигана. Почему? Потому что в общественном сознании евреи и Израиль связаны. А ты все время чувствовал себя частью русской культуры. Русской истории. И ты пытаешься не чувствовать себя комфортно, и у тебя не получается. Все время антисемитизм с одной стороны и двоемыслие, и лицемерие режима с другой стороны. Возвращение к еврейству Щеранский начал, поменяв свое имя с Анатолия на Натана. Он лицо протестного движения советских евреев-отказников, входит в хельсинскую группу правозащитников, сотрудничает с академиком Сахаровым, передает материалы в сам издат и в западную прессу. Изображал из себя борца за права человека, а на деле шпион, завербованный Центральным разведывательным управлением, за что и был осужден. Я был лишен с детства свободы, как и все советские люди, самоидентификации, как ассимилированные евреи. И обрел их обоих вместе. Мои друзья с обоих сторон давили на меня в выборе. Или ты сианист, или ты демократ. Я считал, что это совершенно неправильно выбирать не надо. Одного вытекает из другого. Натан Щеранский отсидит 9 лет. Половину срока в одиночках и карцерах. И выйдет из СССР по обмену на арестованную в США чету чехословацких разведчиков. В 90-х 2000-х он израильский государственный деятель.